Всем привет! Сегодня будем рисовать на морскую тематику. Рисуем милых дельфинов акварелью. При подготовке видео использовалась продукция Artberry, производство компании Erich Krause. Акварельные краски Artberry, 18 цветов, прекрасно подходят для творческих занятий, хорошо смешиваются и выглядят на бумаге ярко и красиво. Итак, начнем рисовать небольшой карандашный эскиз. Нарисуем горизонт. Тело дельфина должно напоминать каплевидную изогнутую форму. Дорисуем нос и плавники. Нарисуем глаз. Разделим линией животик. В нижней части хвостика не видно, так как наш дельфин выпрыгивает с воды, и его хвост еще находится в воде. У второго дельфинчика наоборот, видно его хвост, а большая часть тела погружена в воду. Хвост рисуется с помощью двух лепестков, две стороны которых соединяются между собой на концах. Теперь можем закрашивать акварелью. Начнем рисовать море. Используем разные оттенки синего. Сначала большой кистью закрашиваем синим цветом. Теперь добавляем бирюзовый цвет, смешая синюю краску с зеленой. Излишки краски забираем салфеткой. Также мы осветлим место, откуда выпрыгивают дельфины. Оттенком темнее рисуем линии для вол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Покажем брызги воды. Пока краска на рисунке не высохла, чистой водой брызгаем на рисунок с помощью зубной щетки. Так на рисунке должны появиться светлые точечки. Также брызгаем и темно-синей краской, чтобы были темные капельки на рисунке. Смешаем синюю, фиолетовую и немного черной краски с большим количеством воды. Начинаем закрашивать дельфина, оставляя светлый блик. Далее закрасим его синим оттенком и потом снова фиолетовым. Носик и хвостик будут самыми темными. Всегда смешивайте цвета, чтобы картина была живописной. Но при этом следите, чтобы цвет не стал слишком грязным. У вас под рукой должна быть палитра, чтобы опробовать цвета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Получилась такая реалистичная картина с морем и дельфинами. Всем спасибо за просмотр. Жду ваши рисуночки. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова